МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Подровнялись. Как настроение? Отлично! Молодцы! Присаживайтесь. Ну что, начинаем дальше наш урок? Исследовательской деятельности. Еще маленькой девочкой она представляла себе будущее именно так. В нем она наставник, проводник и вдохновитель, который служит одной большой и важной миссией – помогать подрастающему поколению осваивать знания. Профессия – это основополагающее, без призвания в ней никак, потому как учителю приходится иметь дело с фундаментальными для всего человечества ценностями. Наталье Ахаевой призвание досталось в наследство. Представительница династии педагогов впитала в себя любовь к учительскому труду с молоком матери. Семья, условия развития, родители, любовь, семьи. То, как она смотрела, я думаю, за родителями, впоследствии за братом, как они связали жизнь с образованием. Все это способствовало выбору направления, ну и культуры педагогического общения, ну и, наверное, здесь судьба, определенная родственная поддержка именно в направлении педагогики. Все это дает мне право говорить, что она от рождения должна была и стала прекрасным педагогом. Шансов, что судьба сложится иначе, практически не было. Тем более, когда растешь каждый день, наблюдая за примером родителей, самоотверженно и с любовью служившими благородному ремеслу, которое заключалось в том, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Оба всю свою жизнь транслировали детям, как важно быть на своем месте и быть в этом целиком. Папа Василий Иванович более 30 лет проработал в школе, из них 20 лет он был директором школы. Он является отличником просвещения СССР, отличником просвещения Казахстана, заслуженным учителем Республики Казахстан. И благодаря ему, его команде единомышленников, педагогического коллектива в селе была создана уникальная школа. Особое отношение хотелось бы выразить вот именно мамы Натальи Васильевны. Она также более 40 лет проработала учителем в данной школе, вела предметы черчения, рисования и этику, психологию семейной жизни. Она также является отличником просвещения Республики Казахстан, методист Горано. И многое-многое время она уделяла работе с детьми. И я думаю, что вот этот посыл дал возможность Наталье Васильевне развитию личностного роста, профессиональных особенностей. Я думаю, что это любовь. Вот знаете, вот любовь к профессии, это же, ну это же такое чудо угадать, с той профессией, которой ты будешь служить, а ведь она и служит. Вот она своей профессией именно служит. У нее потрясающий процент самоотдачи, то есть она вот живет своей работой. Пожалуй, лучший мастер-класс по организации учебного процесса Наталья Ахаева получила у своего отца, который много лет руководил Кировской средней школой в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. Двери школы были открыты с 6 утра, а закрывались ближе к ночи. Учебное заведение было центром притяжения, куда стремились не только за знаниями, но и за полезным досугом. И сейчас, анализируя вот все свое детство, анализируя процесс в школе, теперь как руководитель, как учитель, я понимаю, насколько много папа вкладывал именно в систему образования нашей школы, насколько он старался создать разнообразные условия для всех детей. И эта школа была центром села, и все бежали в школу. И, наверное, та основа, которая была положена в Кировской средней школе, она где-то частично и была перенесена опыт на нашу валиологическую специализированную школу-комплекс для одаренных детей. У детей-учителей особая доля. Они всегда находятся в зоне повышенного внимания, что накладывает большую ответственность. Права на ошибку не было, вспоминает с улыбкой наша героиня. Но это ее только закалило, а строгость и требовательность к себе в дальнейшем привели не к одному большому результату. Конечно, некоторые ребята мне завидовали, что вот у тебя папа директор школы, мама у тебя учитель, тебе, наверное, можно все в школе, все, что ты хочешь, что ты делаешь. Но, к сожалению, это всегда было не так, потому что больше всего доставалось мне. Я просто не могла что-то сделать сверх положенного, что должен делать ученик, потому что я реально понимала, что если что-то будет не так, это в течение, наверное, 15-20 минут будет известно папе или маме, и я ни в коем случае не должна была их подводить. И иногда мне так хотелось что-нибудь там, уйти куда-то-нибудь, может быть, вне расписания или опоздать. Ну, даже не было такого чувства, потому что я всегда понимала, что я не имею права подвести своих родителей. Главное, что Наталья Ахаева взяла от семьи – ощущение крепкой почвы под ногами. Безусловная любовь и поддержка родителей единственного брата стали для нее той самой внутренней опорой, без которых не случилось бы ни одного из ее смелых начинаний. Особенная связь у нашей героини с братом Андреем, с которым ее связывают не только кровные узы, но и работа. Мне приятно, что я был своего рода усатый нянь. У своей сестренки, у Натальи. Помню, наши родители уходили на педсовет педагогический и нас оставляли вдвоем. То есть мы пытались уже тогда, наверное, у меня закладывались какие-то педагогические правила или какие-то идеи, как вообще воспитывать маленького человечка. Также у нас вообще очень уникальная команда по жизни. Даже в моей дворовой команде я ей доверял ворота. Она очень прекрасна, как вратарь, стояла на воротах. То есть мы учились с ней в одной школе, мы занимались спортом. Она прекрасно именно владеет лыжными гонками. Этот вид спорта я занимался легкой атлетикой. Ну и всегда мы с ней встречались в командах, как правило, в одной команде. То в футбол, баскетбол, волейбол. Помогали друг другу именно с уроками. Мы с Андреем ощущали, что наши родители очень заняты. И большую часть, наверное, моего воспитания, помимо того, что это любовь наших родителей, это забота, это я постоянно ощущала их тепло, это воспитание старшего брата, который по максимуму вкладывал всё в меня, как младшую сестру. Сегодня брат и сестра – коллеги, у которых общие проекты, идеи и цели. Оба пошли по стопам родителей и превзошли все их ожидания. У обоих немало заслуг и регалий, в числе которых степень доктора педагогических наук, учёное звание профессор и звание почётных работников образования Республики Казахстан. Путь к этим свершениям состоял из большого труда. В 1992 году я поступаю в наш, в городе Усть-Каменогорске, в Восточно-Казахстанский государственный университет на специальность учителя географии. На тот момент это была очень интересная специальность, которая охватывала большое количество знаний. И мне всегда география нравилась, и поэтому, сделав этот выбор, я поняла, что я должна проходить обучение именно там. После того, как я завершаю с отличием специальность учителя географии, по рекомендации своей семьи, старшего брата, я поступаю в магистратуру на кафедру педагогики и параллельно начинаю заниматься практической деятельностью. Далее последовала аспирантура. В 2000 году Наталья Ахаева защитила кандидатскую диссертацию в Омском государственном педагогическом университете, где ей была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. На тот момент мне было 24,5 года. Было страшно, было ответственно. Во-первых, другой город, другая страна, но отступать мы никогда не умеем. Вперед и еще раз вперед. Я выступала самое последнее, но было очень эмоционально, было очень волнительно. И я даже помню, когда мне стали задавать вопросы, у меня была мысль одна – не растеряться и изложить все четко, все основные направления по моей диссертации. Ну, я с этим справилась. Конечно, после защиты ко мне подходят меня поздравлять, а у меня слезы ручьем, я настолько эмоционально переживала. Если я не ошибаюсь, одна из самых молодых кандидатов в наук была в то время, защитила она 24 года. Через 13-15 лет она стала доктором педагогических наук, далее ей присвоили высокое звание профессора, и буквально, наверное, 2-3 года назад она стала действительно членом, академиком Академии педагогических наук Казахстана. В том же 2000-м Наталья Ахаева устроится в алиологическую специализированную школу-комплекс Усть-Каменогорске, но последующие 10 лет будет совмещать эту работу с преподаванием на кафедре педагогики в родном Восточно-Казахстанском государственном университете. Однако в какой-то момент придется сделать выбор. Ну, наверное, так как внутренний мой голос говорил о том, что я истинный педагог, учитель, это победило, и поэтому, оставив в университете лишь какое-то количество часов, я ухожу полностью в школу, и здесь совмещаю должность как руководителя и учителя географии. И я, наверное, всегда буду говорить, самый лучший руководитель – это тот, который сам является учителем, и он знает, как организовать образовательный процесс. Педагогом не каждый может стать. Надо любить детей, надо понимать детей, и так далее, и так далее, и так далее. Если только есть тяга к общению с детьми, тяга просто знать ребенка, ну и, наконец, надо жить с ребенком. Это, еще раз говорю, это не то, что дар. Дар понимания ребенка. И научиться слушать. Надо научиться слушать, кто бы перед тобой не был. Ребенок, или взрослый, или родитель, или кто-то другой, по-другому нельзя. Преимущество валиологической спецшколы комплекса для одаренных детей под руководством Натальи Ахаевой в том, что здесь созданы условия, необходимые для развития природных возможностей каждого ребенка с сохранением и укреплением его здоровья. Комплекс включает в себя детский сад и начальную школу, в которых в общей сложности обучаются чуть более 300 детей. Там все на этих семейных ценностях. И дети, когда попадают туда, они не ощущают, что они в каком-то социуме уже другого уровня. Вот они прямо там дома. И к ним отношение там такое. И все дети от мала до велика, включая там садик, мы в садик туда пошли впервые, и заканчивая уже выпускными классами, они к Наталье Васильевне относятся вот как с таким пиететом. Они когда про нее говорят, они говорят с придыханием. Это для них вот просто до такой степени авторитет, непререкаемый. Если Наталья Васильевна что-то сказала, если она похвалила, то это просто вообще, ну вот, жизнь удалась. И самое главное, что ее на самом деле на всех хватает, чтобы каждого ребенка, который проходит мимо, она каждого погладит, каждому скажет доброе слово. Наше название исходит из понятия валиология. Валиология – это наука о здоровье. И для нас было главное, как создать здоровьесберегающий процесс, чтобы ребенок шел с большим желанием в школу, был организован психологический комфорт. А самое главное, приходя на каждый урок своей жизни, он понимал, что этот урок является здоровьесберегающим. Наталье Ахаевой удалось создать уникальное учебное заведение, в котором детей привлекают к исследовательской деятельности с пяти лет. Несколько лет назад она разработала интерактивный курс, в рамках которого каждый ребенок может попробовать себя в науке. Темы для проектов ученики выбирают с учетом своих интересов и желаний. Одним интересно исследовать, как устроен 3D-принтер, другим – как из семечка вырастить яблоко. По словам директора школы, дети – исследователи по своей природе. Им в любом возрасте присуща любознательность, стремление экспериментировать и жажда новых впечатлений, и это нужно поощрять. В течение года дети занимаются своими научно-исследовательскими проектами, которые защищают сначала на уровне класса, потом защищают их на уровне школы, выходя на областной и республиканский тур, проводимый Республиканским научно-практическим центром Дарын. И здесь как раз представлены научно-исследовательские проекты наших ребят с 1 по 4 класс. Очень интересные проекты в том плане, что они готовые результаты с выходом на стартапы. Причем каждый ребенок все свои проекты выбирает с учетом своих способностей и, самое главное, с большим желанием этот проект реализовать. На базе школы работает и университет детей. Это просветительский проект, который дает детям возможность познакомиться с разными науками и взглянуть на мир глазами исследователя. Здесь дети учатся не только задавать вопросы, но и искать на них ответы. Здесь представлены и робототехника для дошкольников и младших классов. Здесь и представлена работа по нашему интеллектуально развивающему комплекту ВАЛИО. Ну и, конечно же, это развитие интеллектуального мышления наших детей. Логического мышления, которое через лабораторию психологической службы осуществляет свою деятельность. Посмотрите, что мы будем делать. Мы возьмем пульверизатор с водой и на цветочки будем брызгать этой водичкой. И смотрите, что происходит. Раскрывается. Правильно, смотрите. Вот какой у нас эксперимент. После того, как вода попала на цветок из бумаги, лепесточки начинают раскрываться. По словам Натальи Ахаевой, такие проекты не просто развивают у детей исследовательские навыки, но и объединяют учеников, учителей и родителей в одну команду, что в итоге положительно сказывается на раскрытии и развитии лучших качеств ребенка. Это такая большая работа, которая организует вокруг себя не только научного руководителя, классного руководителя с ребенком, но и также подключаются родители. И проекты получаются масштабные, яркие, интересные. И буквально в последние два года такие яркие проекты, как выращивание спирулины в лабораторных условиях, и как ее можно сначала вырастить в домашних условиях, а далее в лабораторных условиях, чтобы она способствовала росту картофеля. Это один из проектов ученицы третьего класса. Интересный проект, когда ребенок сам создает своими руками домашний выжигатель и проявляет эти свои способности. Интересные комплекты, которые наши дети создают сами. Это создают национальные украшения. Я в домашних условиях изготовила авторские национальные украшения. Перед созданием авторских украшений я сначала изготовил авторские элементы плетения. Они были выполнены по моим идеям, но с учетом традиции техник в существующем национальном ювелирном деле. Сначала я изготовил украшения из медной проволоки, чтобы убедиться, могу ли я делать украшения. После того, как я убедился, что я могу их делать, я уже начал делать серебряные украшения. Потом я начал использовать еще жемчуг и изготовил комплект национальных украшений с луком Ай. Управление школой – это особый процесс с точки зрения менеджмента. Недаром его определяют как науку и искусство. Одним из ключевых факторов, от которого зависит успех в обучении подопечных и общая атмосфера, грамотная организация работы коллектива. И с этим Наталья Ахаева блестяще справляется. Уникальность Наташи как руководителя, я считаю, в первую очередь, в ее умении коммуницировать, в ее умении формировать сплоченный коллектив и давать ему поддержку. Я знаю, что люди в коллективе Наташи работают годами, десятилетиями, и это показатель. Это показатель умения сплачивать. Также она очень сильный мотиватор. Она вдохновляет людей как на коллективные достижения, и то результат – это проект, который делает ее школа. Ну и также она мотиватор для каждого человека, который в своей собственной жизни через контакты, через общение, через взаимодействие начинает чего-то достигать. Она очень тонко чувствует всех своих подчиненных. Она их мотивирует к росту, точно так же, как она сама постоянно стремится к росту. Для нее нет предела какого-то совершенства, потолка для нее не существует. То есть она постоянно сама стремится к этим знаниям и мотивирует всех, кто находится рядом с ней. Вот этот человек такой вот, прям вот энергия такая. Но, знаете, когда говорят, Всевышний дает, когда женщине ум и красоту, это Божий дар. Не менее важна для директора способность находить подход к родителям учащихся, которые, как известно, главные социальные партнеры школы. За годы работы Наталье Ахаевой удалось выстроить с ними теплые и доверительные отношения. Я вхожу в каждую чат-группу родителей, начиная с детского сада и завершая школой. То есть если возникает какой-то вопрос, родители открыто могут писать в этот чат. И я, естественно, своевременно уже даю разъяснение или даю ответ на какие-то возникающие вопросы у родителей. И это сразу же дает обратную реакцию. И родители всегда дают обратную связь. Удовлетворены они деятельностью той или иной работы. Или, может быть, что бы они порекомендовали, или что бы они хотели, чтобы было бы лучше организовано. И это у нас осуществляется своевременно. Задача первого лица в школе – мыслить стратегически и быть дальновидным. И здесь очень важны качества коммуникатора и дипломата, которыми Наталья Ахаева одарена от природы. Даже в самых, казалось бы, неразрешимых ситуациях ей удается найти оптимальное решение, которое бы устроило каждого. Вот когда возникают конфликтные ситуации, вот знаете, вот все-таки она директор, это уровень же. Но она никогда не работает с позицией силы. Никогда. То есть она выслушает всех от начала до конца, и она обязательно найдет компромисс. Вот обязательно. То есть человек прям мастер компромиссов. В процессе работы всегда возникает очень много нестандартных педагических вопросов, ситуаций. Здесь, конечно, Наталья Васильевна на первый план выходит терпение, хладнокровие, внимательность для того, чтобы принять объективную оценку и, естественно, чтобы все стороны были удовлетворены. При какой бы ситуации хорошей, нестандартной, отрицательной, она всегда принимает взвешенное решение, которое, конечно, позволяет получить тот определённый положительный результат. Независимо от статуса, образования, талантов и званий, куда более значимы человеческие качества. Близкие и коллеги Натальи отмечают, что её сила именно в том, что она умеет слышать и сопереживать, стать в нужный момент плечом, на которое можно опереться. Я не знаю человека, который бы сказал, что с Наташей сложно. Настолько в ней развито умение понимать друг друга. Человек высокой эмпатии, человек, способный смотреть глубже, чем многие. Это человек, помогающий человек, всегда протягивающий руку. И это её качество было всегда. Она неравнодушна к людям, она неравнодушна к жизни. И, ну, мне кажется, за это её любит жизнь, за это её любят люди. Ну, и мы все близкие друзья, родные видим в Наташе поддержку и опору. Хотя она сама на самом-то деле хрупкая женщина, но в ней столько силы, и она умеет делиться этим. За более чем четверть века Наталья Ахаева выпустила тысячу учащихся, дав не только фундамент знаний, но и научив ориентироваться в окружающем мире и теряя своей индивидуальности. Всё, чем она стремилась наделить чужих детей, распространялось и на собственную дочь, разве что чуть сильнее и глубже. Конечно, самым большим таким достижением, помимо, конечно, нашей школы, которые действительно свои результаты мы доказываем и показываем, я бы, наверное, хотела сказать, я как педагог для своей дочери. Потому что каждый родитель должен помогать, какой бы ребёнок ни был, маленький, большой, взрослый, помогать ему выстроить его профессиональную карьеру, выстроить его индивидуальную траекторию развития. И на сегодняшний день, наверное, для меня, как для педагога и как для мамы, эта ситуация реальна, и я вижу, как моя дочь реализовывается и получает результаты. На сегодняшний день она уже выпускница Казахстанско-американского свободного университета, она будет педагогом-учителем английского языка. С отцом своей дочери Вероники Наталья Ахаева познакомилась, будучи аспиранткой. Эта история привнесла в жизнь нашей героини новый смысл и самое большое счастье из возможных – счастье материнства. Совмещать роль мамы с ролью педагога, руководителя и учёного было непросто. Но рядом были близкие, готовые прийти на помощь в любую минуту. Я благодарна моим близким людям, которые всегда относились с пониманием и предоставляли мне такую возможность создать профессиональную карьеру. Всегда помогали мне и в защите кандидатской диссертации, потому что это очень много командировок, это много поездок, выступлений, конференций. Но всегда у меня душа была спокойная, потому что рядом с моей семьёй всегда находились мои родители. И, конечно же, большую часть воспитания моей дочери я с благодарностью хочу сказать моей маме и папе. Потому что быть директором школы ты большую часть времени посвящаешь другим, наверное, детям, чем своей любимой дочери. Ну, надеюсь, она меня понимает. Всё равно моя любовь безгранична, она всегда это чувствует. Да, но были, конечно, времена, когда мама была в работе. Я её прекрасно понимаю, я выросла такой же. Я вижу, как ей тяжело, но я вижу, как она старается, и она не забывает быть матерью. Это самое главное. Иногда, да, тяжело, что когда она приходит домой, она уставшая, и есть такой момент, что лучше сейчас пока не надо. Но чуть попозже она поможет и ответит на все вопросы, всё, что нужно. Как признаётся дочь нашей героини, продолжительница педагогической династии, с выбором профессии она не колебалась. Разве что долго выбирала между тем, что преподавать – рисование, как бабушка, или физкультуру, как дедушка. В итоге решила стать учителем английского, а позже увлеклась изучением и других иностранных языков. По словам девушки, неустанное стремление совершенствоваться и расширять горизонты собственных возможностей – это у неё от мамы. У неё она учится многому. Есть фишки, которые я у ней цепляю. Она готовит презентацию на несколько часов даже готовится к уроку. Она подготавливает какие-то маленькие детали, чтобы дети именно тактильно ощущали урок, чтобы они понимали внимательно. Она находит какую-то информацию, её подделывает под себя и выдаёт это детям. И такие моменты я её включаю в свои уроки, так как я тоже работаю педагогом. И она мне в этом очень даже частично помогает, что я наблюдаю за ней. За советами я очень часто к ней обращаюсь, потому что у неё очень большой опыт. И я знаю, что правильное и верное решение подскажет мне только моя мама. Как и всякий педагог, Наталья Ахаева главным достижением в профессии считает результаты её учеников, их свершения и победы. Ну а все мечты сводятся к тому, чтобы внести свой максимум в дело улучшения образования. Каждая из школы страны, уверена она, должна стать гнездом, которое дарит крылья для будущих дерзаний и высот. Самая, наверное, большая мечта, когда наш опыт уже будут перенимать и, может быть, сформулировать в какую-то педагогическую технологию. И данная технология будет помогать молодым педагогам и в кратчайшие сроки уже получать результаты. Вот это, наверное, мечта любого руководителя, мечта любого учителя, когда твой опыт начинает транслироваться и другие педагоги начинают работать именно в твоём направлении. Вот есть такое понятие «люди редкой породы». Вот это Наталья Васильевна. Потому что, невзирая ни на что, она всегда остаётся в первую очередь человеком. У неё очень много регалий, она большая. Умница – это человек такого государственного масштаба. Мы гордимся ей все, то есть ей не гордиться невозможно, ей гордятся родители, ей гордятся все родные и близкие, все профессиональные, кто находится с ней рядом, и все друзья. Потому что этот человек на любом уровне может представить свою работу. На любом уровне, будь то областной, государственный, будь это межгосударственный уровень, она может на любом уровне выступить за Казахстан и быть просто потрясающим лицом своей профессии на любой площадке.